Друзья мои, история этой лекции такова. Она готовилась полтора года для форума в высшей школе экономики по будущему образованию. Но когда вникли организаторы в содержание, они грохнули всю секцию, в которой она была. Им было неудобно отказывать лично нам. Соответственно, они просто убрали секцию и сказали, что она не актуальна. Ну вот, что ж такого страшного мы могли сказать, ради чего надо было целую секцию убирать. Вообще, неоднократно были приглашения выступить с моим видением будущего образования на разных форумах о будущем. Есть такой жанр, жанр такой, камлания шаманов называется. То есть, собираются какие-то очень важные такие люди, высоколобы, и начинают обсуждать, как на самом деле будет устроено образование будущего. И когда приходит человек, который говорит им, что в общем-то никак сильно отличаться от образования секущего дня оно не будет, они сразу же напрягаются, и этот доклад удаляется как несоответствующий конверт. Но надо сказать, что подвижки есть. И 22 сентября в очередной такой форум был приглашен я, когда я сказал, что я не могу просто физически в этот день, сказали, приглашайте своих коллег. И Миша Богданов, мой друг и коллега из Питерского родительского комитета, выступил перед ними с нашим видением образования будущего. Вот на одном из таких футурологических форумов. То есть как бы, видимо, в каком-то смысле что-то меняется, по крайней мере в головах. Ну и сегодняшнее выступление, это зависовка того, что я сам для себя, ну вроде как понял. И понятно, что то, что я представляю, это все спорно и обсуждаемо. То есть это не математика, где уравнение ах плюс бх равно с, они могут у одних людей в голове решаться, при с делится на наибольший, не делится на наибольший общий делитель, а у других не решаться. Понятно, да? В математике все четко. Либо да, либо нет. И мы ищем ответа. Значит, вот эта область, в которую мы сейчас залезли, это область, где вообще все нечетко, непонятно. Там сделаешь утверждение, чуть-чуть изменишь формулировку, и оно окажется неверным, хотя вроде бы только что было верным, да? Оно вызывает как бы отторжение у тех, кто в теме. И фактически все, что я буду сейчас говорить, относится, я адресую это учителям. И, соответственно, так как сам я езжу по всей стране и выступаю во всех разных школах, но непосредственно долго общался я с детьми только в процессе 100 уроков математики и в процессе кружков в Москве, ясно, что опыт этот немножко отличается от опыта реальной настоящей школы. Но его вот этот последний опыт все-таки я тоже, ну, как бы знаю, потому что именно в силу моих поездок. То есть это взгляд человека, который 10 лет подряд совершает непрерывное, вот такое непрерывное практически как прерывающееся на несколько дней каждый раз путешествие по стране, видел все регионы, кроме семьи, то есть 78 из 85 регионов, и выступал из них в 60 с лишним. Видел школы самого разного вида, кадетские, специальные, математические, обычные абсолютно, лицеи, гимназии, все, что только вообще можно себе представить. Но каждый раз видел в течение, ну, там, своего визита, там, пары-тройки, четвертый уроков, вот. И то, что я буду говорить, это систематизация того, что я понял. Возможно, я ошибаюсь, возможно, я много ошибаюсь. Поправляйте, комментируйте, это беседа. Понятно, да? То есть нужно это воспринимать. Мы это, я собрал движение «Родная школа», мы, я потом, как бы, все ссылки вы увидите, значит, наша концепция, она, как бы, она базируется вот вокруг этого тезиса, что образование будущего, на самом деле, ничем, в общем-то, от образования прошлого отличаться не будет, и урок будет таким же, как он есть. Но, как бы, как только мы делаем это, ну, какое странное, но очевидное всем учителям предположение, да, сразу вытекает куча всего, что полностью перпендикулярна линия, ну, реформ, происходящих до сих пор. Вот, то есть из него, из этого утверждения следуют совершенно другие реформы. И так как это совершенно другие реформы, то мы назвали их контрреформами. Чтобы слово «реформа» уже полностью компомментированное, да, в эти 30-40 лет, не использовать, мы противопоставляем себе тем реформам, тому направлению реформ, которое шло эти годы. Вот. Ну и, соответственно, вот, значит, куча мест, моей работы, в том числе интернет-проект «Школка», потому что нас часто выставляют там какими-то мракобесами, которые не любят цифры, ничего подобного, у меня собственный канал, у меня собственный сайт, сто урок лежит в интернете, никакой нелюбви к цифре у меня нет. Экраны, экранное образование определенному сегменту населения вполне себе полезно. Иногда даже дополняет обычное в школе. То есть здесь как бы нет вот такого ненависти какой-то, да, вот категорической. Но это экранное образование должно знать свое место. Вот это как бы тезис, да, тезис родной школы. Вот. Значит, вот мои непосредственно два самых близких коллега. Коллеги Павел Иванов, Михаил Богданов. Тут не хватает Шевкина. Прошу прощения, конечно, надо было упомянуть заслуженного учителя России, Александра Владимировича Шевкина, автор учебников, наверное, многие из вас знают. Вот. Он тоже в нашей команде непосредственно. Вот. В команде часто происходят споры, но они происходят по более второстепенным вещам. Отношения к ЕГЭ немножко разные у членов команды, то есть к проверочному инструменту. Отношения там к вообще стандартизации школьной программы для таких самых обычных школ. Тоже там немножко разные. Вот. Но что у нас общее у всех, это то, что мы понимаем, что будущее не будет принципиально отличаться от прошлого. Вот, собственно говоря, это вот, что нас просто связывает всех. Ну и дальше вот это все выработалось. Так как мы не Сехта, то у нас и как бы мнений вот единых нет ни одного вопроса, ну, кроме вот этого базового направления, чтобы мы были прям в нем все супер едины. Так, теперь поехали. Поехали. Я пытаюсь понять. Вот. Значит, я придумал такую как бы шенобелевскую премию по педагогике. Ну, знаете, да, что такое шенобелевская премия? Значит, премия за самые бесполезные, ненужные, вредные изобретения. Вот. И я придумал шенобелевскую премию по педагогике. У меня есть примерно 10 кандидатур на нее, но все-таки фамилии перечислять я сейчас не буду. Хотя я во всех своих интервью их очень часто называю. Значит, соответственно, каждому из них я бы с удовольствием ее выдал, пожал руку за, так сказать, дал орден, так сказать, за. Достойная деятельность по разрушению массового образования. Но так как просто мы находились все вот в этой движухе 35 лет назад, мы радостно рушили свою страну все. И вот как бы вспоминая то время, трудно, это как Незнайка на Луне, да, вот он оказался вдруг, ой, Незнайка, нет, как, нет, 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 это обычно Незнайка, вот он, да, в Солнечном городе. Да, трудно отделаться от желания сбросить на них всю вину, но на самом деле она на нас лежит тоже. То, что они возникли, вот как такие столпы вот этого антипрогресса, связанные с нашим тоже, с нашим состоянием голов в то время. Поэтому я бы именно вручил им премию, ну и как бы вот, чтобы они, не знаю, достаточно, чтобы каждый из них выступил и сказал, что дорогие братья, я, как и многие, ошибался. И все, этого для меня было вполне достаточно, не нужно никаких там репрессий, тюрем и так далее. Вот, ну и поехали. Теперь, значит, вот эти 10 самых разрушительных идей. Сразу скажу, что идей больше, чем 10. Вот, и, соответственно, у кого-то из вас может возникнуть ощущение, что самая-то главная идея как раз и не попала. И, безусловно, они в разной степени разрушительные. Значит, первая пятерка, тут надо было, конечно, сделать, чтобы они по одной выходили. Я еще просто не разобрался с работой всех этих, раньше у меня жена все презентации делала, сейчас трое у мелких детей, у нее, значит, уже совершенно не до этого. Я сейчас учусь сам делать презентации, это идет тяжело. Вот, значит, первая вредная идея – это гуманизм. Как ни странно, как, что может быть вредного в гуманизме? А вот может быть, потому что гуманизм рождает идею, что у школьника должно быть поменьше стресса, что школьники, значит, с особенностями должны сидеть в том же классе. Понимаете, да? Ну и вообще, как бы, тройку надо поставить, потому что иначе, ну как же так, ребенка обижать. Одним поставили пятерки, четверки, а другим, значит, двойку ставили. Это нечестно, это как бы вот неравенство такое получается. Нужно уравнять всех, все должны быть спокойно, все должны быть оценены положительно, независимо от их, этих самых, деятельности. Ну вот такая, я не комментирую, потому что всем учителям понятно, почему это вредно. Это вот нашим столбам образования нужно объяснять, да? Александру Григорьевичу Осмолову надо объяснять, почему это вредно. Потому что он никогда в жизни не был на реальном уроке в обычном классе, кроме лицея высшей школы экономики, конечно. Все радостно учатся, и я за них очень рад, я счастлив, что они из глуманизма могут учиться. Но это удел только заинтересованных школьников, а большинство школьников таковыми не является. И это для нас с вами, конечно, аксилома. Идем дальше. Права ребенка. Это тоже, значит, продолжается из той же серии. Ну, например, такое право на хамство во время уроков есть. Неотъемлемое право современных детей. На хамил, и ничего не будет. Потому что никаких правовых, значит, ничего, нет никакого способа ребенка поставить на место. Попробуй его, значит, одернуть. Завтра начнется вонь такая, что вообще. Да. Я знаю свои права, и у меня есть хороший адвокат. Это права ребенка. Ну, понятно, да. Вот, так сказать. Вот, то есть, право как бы, право. Право на ничего не делание. У ребенка есть право на ничего не делание. Вот и работайте, товарищ учителя. В ситуации, когда у ребенка есть право на ничего не делание, да еще и на хамство. Ну, вот, типа, крутитесь как хотите. Каждый из вас сможет... А? Все это открыто абсолютно полностью. Я это вчера доделал в самолете, поэтому в интернете еще нет, но оно будет. Вот. То есть, это все будет... Да, сырая, там в конце будут сырые куски, вы простите. Но это постепенно, как бы, она... Я ее сильно переделал по сравнению с тем, что я хотел показывать вышки, потому что я буду говорить с живыми учителями, а не с педагогическими учеными, да. Все будет на сайте родной школы, естественно, да. Все будет на сайте родной школы, но можно вам первым дать это... Все свободное распространение, все абсолютно. Да, Мирангуль, можно, да, разослать, чтобы прям сразу оказалось. Мы это все вывесим, я чуть-чуть добелю еще, мы это вывесим. Все, что мы делаем, является материалами свободного распространения. Мы не скрываемся, мы не шифруемся. Люди, с которыми мы боремся, это не бандиты, не убийцы, это просто кабинетные ученые. Мы никого не боимся, мы там... Я не боюсь, что меня за эту деятельность ударят по голове, как считают некоторые странные люди, что вот я там, на что я посильный. Все это полный бред. Люди, с которыми мы боремся, это идейная борьба. Это просто как бы вопрос идей. Вот, так что это все открыто, все это можно вывешивать где угодно, распространять как угодно. Можно выступать от лица родной школы. Каждый из вас, кто себя ассоциирует с идеей, что в будущем все будет так же, как в прошлом, может просто назваться родной школой и выступать от нашего лица. Все, точка. То есть все вы приглашаетесь вот сегодня, сейчас, просто пойти в наши форумы, во все, в телеграм-канал подписаться. Стать частью родной школы движения. Вот. Значит, дальше, следующая вредная идея, это новые методики ведения урока. Вот здесь написано, учителя-новаторы. Вот понимаете, я к учителям-новаторам конкретно отношусь хорошо. Вот конкретно, скажите, лично к Аманашвили, лично к Шаталову, лично к Тубельскому. Но дальше начинается. Вот этот вот гениальный человек говорит, что, ну или даже не он сам, а любой из его последователей говорит, это надо применить на всю страну. В этом месте происходит ложь. До этого все верно. Гениальный учитель-новатор, держит аудиторию, держит школьников, да? Ой, я просто восхищаюсь. Я был на уроке Шаталова, понимаете? И это нельзя себе представить. Кто был еще? Был кто-то из присутствующих? Это, это, вот это просто, я был во время Всесоюзной Олимпиады по математике, которая, вот тоже курьез в наши дни, из-за военных действий в Баку была перенесена в мирный Донецк. 1988 год. Она прошла в Донецке, и я был на уроке Шаталова на всех водяниных экскурсиях. Всех желающих. Вот. А остальные желающие поехали в шахту. На, смотреть. Я, кстати, почему-то я был в обоих местах. Не понимаю. Значит, наверное, всех туда, а потом всех туда. Я помню, что я был в шахте и там вечером. Вот. В общем, это все прекрасно, ну, как бы сказать, вот я веду там свои занятия, меня тоже можно назвать там лектором-новатором, да? Но при этом мне даже быстрее не приходит сказать, что эту методику можно перенести на всю страну. Ну, потому что я не идиот, да? Я вижу живые классы, живых ребят. Вся страна – это работа, трудная, кропотливая. А я просто, ну, как бы зажигаю интерес к математике, и все. Потом у кого-то потухнет, у кого-то останется. У меня своя роль. Эту роль нельзя масштабировать. Ну, в принципе, нельзя. Когда там в Думе выступает Лассерман и заявляет, что вот цифровые форматы так хороши, а Алексей Владимирович просто так странно себя ведет, вроде как и выкладывает прекрасные вещи, а сам против цифровизации школы. То есть здесь просто, ну, здесь, ну, понятно, выявляется непонимание Анатолия Александровича того, что такое школьный урок в обычной школе. Больше ничего. Вот. Ну и вот это все мы должны как бы вскрывать, мы должны это объяснять. Сегодняшняя наша роль в том, чтобы это объяснить. Идем дальше. Да, ну вот, соответственно, вот эта геймификация тоже в каких-то, на каких-то кружках она уместна. В доп. образовании, в доза здоровья. Всю вторую половину дня геймифицируйте все, что хотите. Я не против. Кванториумы. Да, пожалуйста. Все эти, значит, центры одаренных детей, там можно любые форматы применять. Проектная деятельность. Пожалуйста. Но, ребят, не во время основной занятий. Пожалуйста. Во время урока это бред. Во время урока должны быть предметные знания, которые должны постепенно, ну, ребенка выводить на уровень, при котором он получит пользу. И от проектной деятельности, и от геймификации, и от чего вообще угодно еще. И от интернета всех этих уроков. Вот, то есть, как бы, все, но не в, как бы, пожалуйста, только не на нашей территории, да, как однажды, такой неприличный анекдот, и не буду на камеру говорить. Вот. Про Сталина и посла Японии в Москве. Вот. В общем, вот так. Значит, да, самое, чего просто прошибает код, это ученики проверяют работу друг друга. Да, вот в высшей школе экономики такой вот гениальный, изобретенный механизм, что обычные ученики обычных школ будут друг у друга проверять работы, и коллективный разум, оказывается, выведет их на знания. Ну, тоже, как бы, я не знаю, тут комментировать, это комментировать невозможно, что ли? Да, пожалуйста, у Шаталова в классе гениальном, это на здоровье. Высшей школе экономики в лицее, да, пожалуйста. В 57-й школе можно попробовать, я проверял по химии работать. Ну, нормально, во всех крутых школах можно пробовать. Везде, где дети сами мотивированы изнутри. Везде, где дети мотивированы, можно пробовать любые вообще способы обучения. Вот это главное, что надо понимать. Но для детей, которые просто пришли обычные учиться, ничего из этого не работает. Только инструктивизм четкий. Встали, записали, поняли, что это такое, обработали, проработали. Да, все, и вперед, как бы, урок за уроком. Вот, Петерсон, видели, да, это, чего ты еще не знаешь, составь себе планы, наметь учебную цель. Да, мне Юра, ну, Юра, ну, подходит, папа, откуда я знаю, чего я не знаю, я же в первом классе учился. Я говорю, ну, пойди, там есть такой дядя, Александр Григорьевич, он в обязательном порядке пичкает этой фразой все книги, которые выходят в посвящение, он академик от образования. Вот, ну, вот ему объясни, что ты не можешь знать, чего ты не знаешь, ну, вот так. Вот, так, следующая идея нашей Нобелевской премии называется индивидуальные траектории. Ученик сам себе выбирает, оказывается, теперь, что учить, а чего нет. Он сам приходит, и он вот уже пришел, и сам выбирает, какая свобода, да? Ну, и что он... Сберкласс. Да, да, пытают, пытают школы обычно этим бредом. Какое? Ну, что ученик выбирает? Ну, ничего, естественно, не учить выбирает. Что он может выбрать, да? Все это продолжается, продолжается, может быть, по инерции, может быть. У нас есть надежда, что это продолжается по инерции. На самом деле, у нас очень плохо все, значит, там, может быть, неудачно все складывается там с этими геополитическими делами, но один вывод, вот один, одно, я сразу отметил, я сказал, я не могу комментировать происходящее, потому что я боюсь, что мы что-то как бы сильно замахнулись, но одно точно. В результате все эти западные идеи могут быть выветрены из головы. Вот, потому что теперь уже не актуальны там всякие задачи вхождения в десятки и прочее. Они не актуальны больше, поэтому то, что сейчас происходит, это как бы идея умерла, а на трубе растут волосы. И поэтому вас продолжают долбать. Нет, я не узнала, почему в этом году отстали. Отстали? Да. Ну вот, слушайте, ура, офигеть. Так это уже, значит, уже не растут волосы, да? Но где-то, наверное, еще растут. В Вологодской области министр выступил с максимальной ципровизацией по всем фронтам, что за это будут баллы давать. Ну, в общем, я думаю, друзья, я думаю, друзья, что надо поднапрячься, и тогда эти волосы и перестанут расти везде. Но это просто так не произойдет, потому что 30-40 лет, да, это все взращивалось. Это быстро не отойдет. Быстро это не отойдет. Ну вот, как бы мы должны еще раз это все проговорить. Подушевое финансирование школ. К чему оно привело? К смерти деревни. Все, точка. Да, естественно, ко всей, да, тут надо добавить, тут надо добавить, что еще и к огромным классам. Ну, понятно все, это же все очевидно было с самого начала. Почему это, почему на этом настаивали? Ну, почему? Ну, вот, не знаю. Из-за того, что вроде как учителям вот это все очевидно, всегда кажется, что это делалось нарочно, да? Возможно, так оно и есть. Я не знаю, но, по крайней мере, точно, что если кто-то делал это ненарочно, то он человек безграмотный в этой области, даже если он называется академиком. Это не имеет значения. Вот. Так, следующие пять идей. Директор, эффективный менеджер. А с нашей точки зрения директором должен быть учитель. По крайней мере, который долгое время работал учителем. А иначе в школе будет плохая атмосфера. Как бы сказать, это для Москвы актуально очень, потому что в Москве, в Москве снята проблема номер ноль финансирования учителей. В Москве зарплаты учителей очень-очень большие. Они там, ну, прямо конкурентоспособные. То есть, ну, там, молодой человек, заканчивая вуз, первое, что думает, это не пойти ли мне учителем, будет сто плюс. Ну, как бы круто, да? Потом еще больше, может быть. То есть, в Москве снята проблема зарплат учителей. В Москве очень высокие зарплаты. И тут же скрылись остальные проблемы. Остальные в этом списке в Москве есть. Они, конечно, уже не так. То есть, ну, как бы, когда ты снимаешь проблему номер ноль, ну, уже физически, по крайней мере, учителя присутствуют, да? Там можно дальше как-то говорить, потому что без этого там, ну, просто есть зияющие пустоты учительских вакансий. Вот. То есть, все это обсуждаться начинает с момента, когда учителя все-таки есть. Вот. Ну, вот, как бы, эффективный менеджер, это ужасно. Я вам, честно говоря, не могу даже передать, как это ужасно. Вот по московским опытам, с тех школами, с которыми я общаюсь, и в той, в которой мы учимся. Ну, ладно, не буду я про это продолжать, потому что у нас постоянное с директором этой школы взаимодействие идет, вот, если я сейчас буду там... Ну, мы пытаемся ее научить вести себя не как эффективный менеджер, а как человек. Вот у нас, как бы, это каждый день мы пытаемся, мы понимаем, департамент... Да, департамент и есть эффективный менеджер, главное. Это самый главный, конечно, самый главный факт, это департамент, да. Вот, но, тем не менее, работа-то приходит со всеми, понимаете? И с друзьями, и с врагами, ты ничего не поделаешь. Вот, ну, в общем, это проблема номер шесть. Дальше это вот, это прямо, значит, универсальные учебные действия, это просто такое, как бы, вот, то, чего нет, да, то, чего вообще не существует. Здесь вообще нечего обсуждать, этого нет. Никогда не проверено, никогда не определено, но при этом входит во все отчеты, да, вот, вы должны вписать, какие именно универсальные действия. Все это мы работаем каждый день над тем, чтобы это убрали из отчетов, да. Каждый день мы промываем мозги чиновникам, чтобы они это убрали. Я говорю, просто вот это убирайте, и уже вы улучшаете состояние учительского состава. Просто убрали, уже улучшили. По пунктику, раз, 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 раз. Дальше, значит, soft skills вместо предметной базы. Ну, это вообще, как бы, вы понимаете, да, там навыки грефа эти. Навыки грефа, которые он списал из каких-то методических американских, там, чему надо, на самом деле, учить в школе. Толерантности, многим полам, общению друг с другом. Вот, а предметным знаниям не надо, потому что предметные знания, оказывается, к воинам приводят. Ну, вообще, грефа этичика, не везет он, на самом деле. Да, да, его уже, на самом деле, ограничили довольно сильно. Сейчас он все форумы уже только на свои деньги проводит, личные, карманные. Ну, как карманные. Наши, естественно, с вами, это понятно. Это понятно, но, как бы, тем не менее. Вот, то есть, нет, значит, одна, целая задача специальная, это как-то с Германом Оскаровичем куда-то его. Это прям отдельная задача отодвинуть его от решений в школе. Ну, мы видим, что она и органами тоже поставлена, судя по решениям, да, которые принимаются. Вот, и, конечно, его вот это вот, его безумие образовательное, оно очень сильно вредит стране. Вот, хорошо бы, может быть, мне говорят, что, типа, он человек адекватный. Ну, вот, если он адекватный, так объясните ему. Те, кто утверждает, что он адекватный, пойдите и объясните ему, что он поломался, что только можно. Уже этот адекватный человек. Вот, ну и, конечно, да, вот это вот дальше, продолжая, вот эту вот идею soft skills, следующее, это метапредметные навыки. То есть, когда в школе сразу без химии, физики, математики, сразу о связи этих предметов, да, универсальные сегодня на стыке, такая формула, на стыке наук все происходит. Поэтому давайте сразу ученика учить на стыке наук. Какой на стыке наук? Он не знает предметов, а его учат на стыке наук. Ну, вы получите попугая, который будет что-то там зубрить, и все. Больше ничего. Ну, вот, а? Я пропустил восьмое специально, потому что сейчас про это очень много. Это отдельная, очень серьезная беда сегодняшнего дня. Она может, например, через год-два быть менее актуальной, может быть, да, мы на это надеемся. Остальные, к сожалению, дольше, дольше. Вот с менеджерами это я не знаю, сколько должно пройти. Вот, то есть, ну, а сегодня цифровые это очень актуально, поэтому это отдельный разговор. Вот, значит, теперь поехали. Александр Сидоркин, такой очень интересный, он неоднозначный человек, он тоже там во всех институтах образования, то-се, прибивался. Но человек честный, внутренний, вот он как бы, как сказать, интеллектуальный честный человек. Вот смотрите, что он пишет о прошествии. Раньше у него совсем другие были тексты. То есть, вы обнаружите много разных Сидоркинах в интернете, это один и тот же, но разного времени. И вот к чему он пришел. Хотя это еще даже 2014 год. Он пришел к тому, что одно неприятное, тут я знаю, ставлю знак вопроса, может быть, для Александра Сидоркина неприятное, но для меня это не неприятное, а наоборот, очень хорошее. Значит, ну, открытие, да, состоит в том, что отношенческий компонент преподавания оказался незаменимым. Понятно, да? Учитель, ученик. Очень легко аутсорсить лекции МООСом, это он дальше этими словами кидается, ну, разным платформам, да? Вот. Но как лошадь нельзя доить в отсутствии жеребенка, так и большинство детей не могут учиться в отсутствии значимого для них взрослого. Вот пишет человек из института образования и высшей школы экономики. Это я к тому, что люди важнее, то есть, институт может быть крышей для многих шарлатанов, но там могут появляться и неразумные взгляды. То есть, как бы, ну, они могут в какой-то момент, я никогда не отказываюсь от приглашений в эти все конторы. Один раз там был скандал с нами, присутствуем там. Но, тем не менее, значит, ничего страшного, скандал, тоже хорошее дело. Вот. Ну, вот, да, если не для лекции, то для поддержки и поощрения. Не всем детям это надо, но большинству. Но мы знаем, что подавляющее большинство. Действительно, процентов 5 может быть как-то, может и без этого. Вот. Вот. Это очень важно, но, однако, к сожалению, к этим словам никто не прислушался. Во время ковида цифровизация пошла маршем. Вот. Под предлогом ковида или действительно из-за ковида. Я здесь этот холибар не хочу. То есть, у нас есть ощущение того, что все решения были приняты до ковида, они просто готовились к тому, чтобы включились. Но это начинается как бы вот эта вот теория заговора, да. Теория заговора такая штука, ее можно бесконечно обсуждать, доказать ничего никогда нельзя, поэтому лучше как бы иметь ее в голове как модель, но не настаивать. Споров на ней нет смысла настаивать. Если особенно человек не в курсе, он всегда приходит с важным видом и с таким просвещенным видом. Говорит, на самом деле заговор это то, что кажется, его никогда не бывает. Я говорю, ну а ты в эту конкретную область влезал, ты знаешь людей, которые там принимают решения, отношения между чиновниками и профессионалами, отношения между инобром и теми структурами, которые его, например, утверждали, учреждали. Ты в это влезал или нет? Нет, 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 я просто знаю, что заговоров нет. Ну тогда ты являешься некомпетентным человеком, ты не можешь обсуждать о том, есть или нет. Я могу обсуждать, это сложный вопрос, есть или нет заговора. На мой взгляд, скорее он в каком-то смысле как координация усилий, он существует, но бороться с координацией усилий мы не умеем. Мы умеем бороться только с итогами этой координации усилий, понимаете? Поэтому о заговоре мы говорить не будем. Тем не менее, в COVID очень быстро были приняты эти решения. То есть все было готово для дистанционных. Лишь только началось, они это все включили. Вот. Огромное количество всяких вот этих вот цифровая платформа, цифровой помощник того, цифровой помощник всего, которые только мешают. Цифровой помощник такой странный, который мешает. Зачем он нам нужен, если он мешает? Ну, в нормальных школах просто это игнорируется все. Ну, то есть как бы, в принципе, почему это не надо сильно все-таки переоценивать, вот вред от этого? Потому что при нормальном директоре, в нормальной школе это просто игнорируется. Уроки ведутся как всегда, естественно. Все это лежит где-то мертвым грузом. Ну, по сути, на самом деле это распил, это воровство. То есть это как бы, просто надо называть вещи русскими именами. Да, это воровство, и за него постепенно они будут садиться в тюрьму, на самом деле. У меня есть некий оптимизм. Один за другим будут постепенно садиться в тюрьму. Ну, или, по крайней мере, будут так испуганы, что в дальнейшем это все будет как бы... Это все будет убывать. Вот, все эти распил проекты будут убывать. Тем более, вот сегодня у нас и экономика пошла, будет рушиться. В общем, я надеюсь, что лишних денег уже на это не будет. Иногда и хорошо быть в кризисе. Но, тем не менее, вот это вот из этих, из разработок то ли Крефа, то ли вот этого Инобра, все одна малина, значит, цифровая среда потенциально может удовлетворять всем требованиям для осуществления полноценного образования наряду с физическими средствами. Тут даже с физическим средом, понимаете? Они даже язык свой не вычитали, это прямо взято копипастом, не вычитали, да? То есть они просто берут там, то ли переводят из-за рубежа, то ли просто курица лапой. Вот, которых образование получает. То есть больше лжи, да, большего вранья, чем эта фраза, придумывать просто невозможно. Эта фраза как-то перечеркивает школу. Вот, тем не менее, она у них во всех этих документах означена. Во всех. Что? Ну, они ее здесь, ну, как бы, игнорируют. Нет, то, что это бред, это не обсуждается, это очевидно. Интересно только то, почему это появляется, как серьезные тексты. У меня всегда к этому только один вопрос. Как это может появиться в серьезных работах академиков? Вот как? Вот это мне непонятно. Да, конечно, это серьезные педагоги, Осмолов, Семенов, там, и так далее. Педагоги, ну, в смысле, академики от педагогии. Ну, он, значит, я скажу так, что Семенов причастен к фразе, почему бы не урезать курс геометрии в 5, в 3, в 5, в 8 раз, чтобы дать возможность школьнику самому доказать все теоремы вывести. Ну, вот это лично, это просто цитата из этого самого Алексея Львовича. Вообще, разбор Алексея Львовича Семенова и его деятельности полностью сделан Шевкиным. Я сейчас прямо не скажу, какая случится. Шевкиным 800 текстов про образование и вокруг. У него вот этот сайт-наблюдатель в Яндекс.Дзене. И там есть все. Поищите цифровой след Академика Семенова. Вот интернет нужно набрать. Цифровой след Академика Семенова. Это статья Шевкиным, в которой он разбирает все его цитаты. Ну, как бы там, в каком-то смысле, негде ставить клейма. Ну, то есть, любому учителю ясно, что все, что там написано, это неправда, не имеющая отношения к школе. Теперь вопрос Алексея Львовича. Он верит в это сам? Искренне? Или ему там, например, все равно на то, что верно или то, что он говорит? Или, может быть, он не верит, а говорит это в силу конъюнктурных соображений? Здесь я судить не берусь. Я вполне могу допустить, что он во все это верит. Это его личное право на заблуждение. Но мое право на это указывать. И, соответственно, он милищ в душе человек. Встречаемся, мы здороваемся. Он улыбается. Вы понимаете? То есть, это не вопрос борьбы с людьми. Это вопрос борьбы с идеями. Опять, да, никаких личных неприязней к Алексею Львовичу у меня нет. Как, наверное, не было бы и Космолову, судя по некоторым его текстам. Вот такой вполне верный человек, причем достаточно такой бесстрашный, независимый. Но то, что он говорит про образование, разрушительно, вредоносно, неверно. И вот это и надо ему указывать. Не надо бороться с людьми, надо бороться с идеями. Ну вот, соответственно, значит, дело в том, что в США уже проведены все эти цифровые эксперименты. Вот интересно, надо понять, да, что когда наши реформаторы говорят, мы берем опыт там ведущих западных стран, так возьмите ваше любимое США, вы любите США? Возьмите, там все... У нас начинают переглядывать, потому что у нас было советское время. Объединение больше, чем у нас сейчас. Ну, в общем, да, на самом деле, это все, как бы это все длинный, да, про это можно долго говорить. Ну, идея в чем? Что в их любимых США это уже делалось. Это привело к полному, абсолютно полному позору, полному провалу. Все, что там делалось. Это описано у Шепкина в статье. Вот. Итоги совершенно плачевные. Там они пишут, эти американские школьники. Сидим, как те самые, тыкаем куда-то какие-то кнопочки. Никакого, уже через три тыканья никакой, никакой нет мотивации учиться, ни малейшего желания это все дальше делать. Все это как бы одно и то же каждый день. Глаза болят, усталость, сутулость. Все это уже было. Почему? Так почему же? Какого, значит, какого этого самого рожна у нас это все применяется теперь, да? Когда это уже доказано, что это не работает. И более того, это вредно. Ну вот, тем не менее, да? Ну и итог, который здесь плохо виден, потому что красным на синим, простите, да? По итогам этих лет становится очевидным, что живого учителя не заменит никакой экран, никакие прекрасные онлайн курсы. Дети смотрят на экран как бы рад на новые ворота. Все. Если дети получили прекрасное образование в первой половине дня, то во второй половине дня они могут смотреть вебинары. У меня дочка смотрит вебинары с огромным удовольствием. Но она смотрит их. И после того, как ее прекрасно научила ее учительница владших классов, в самой лучшей стране, наверное, учительница в младших классах. Ну или одна из самых лучших точно. Вот. Ну вот, собственно говоря, да, этот тезис, но он понятен всем нам, но до академиков образования понимание не доходит пока. Ну, я здесь для того, чтобы оно в конце концерта не дошло. Вот. А что тогда у нас с учителями? То есть, если мы этот тезис взяли и поняли, и осознали, проговорили, и он стал всем нам очевиден, то мы, грубо говоря, как вот разворачивается машина, да, вот она ехала куда-то, и мы поняли, что она едет то ли в пропуск, то ли в какую-то там чащу непонятную, где она дальше не проедет. Ну все, мы разворачиваемся, мы едем куда? А куда мы едем, да? Вопрос теперь, куда? Ответ. Мы едем. Спасение учительского сословия. Все очень четко. Понятно, да? То есть, вопрос. А что тогда у нас с учителями? Если мы уже, сейчас посмотрю на время, еще вот, мой, мой, этот сам, блин, уже все, да? Нет, 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 нет. Работать, вот, он пишет, регистрация начнет работать завтра. Значит, сейчас я скажу, что за регистрация. Это вот буквально сейчас все это настраиваем. Сейчас я все объясню быстро. Значит, ну с учителями я просто буду, ну очень мало времени, но, понимаете, вот это надо просто перечислить. Кравцов признался, 76% учителей ниже МРК. Ну, понятно, что набирают выше через многочисленные ставки. Вот, 76% учителей по стране. У нас второе место в мире с конца, после там какой-то страны, сложен названием в Африке, по душевое финансирование учителей в отношении к среднему доходу человека. Полная катастрофа, абсолютный, абсолютный позор. Просто полный, на нуле. Значит, нагрузка, ну понятно, 1,7 ставки это в среднем, судя по нашему ощущению. Бывает и больше. Бывает и больше, да. Всякие документы с непонятными запросами, какими-то вот эти универсальные действия или какие-нибудь пожарные собесы. Но здесь вот надо уточнить, это меняется быстро. Это там, вот это то, что мы будем сейчас уточнять. Вот, значит, дальше вот то, что не меняется, не меняется и, к сожалению, работает сильная зависимость и учителя, и директора от какого-то непонятного, в кавычках, независимого контроля. Ну, ЕГЭ ладно, ЕГЭ, по крайней мере, честно принимается. Но вот остальное, это просто, это просто надувательство, это просто очки терапии. Все, все, кроме ЕГЭ, в этом списке надо убрать ЕГЭ, потому что ЕГЭ проверяется, да. А остальное, это просто надувательство. Вот. Я не, сегодня специально не акцентирую внимание на ЕГЭ. Любимая тема для журналистов, как ЕГЭ сломало нашу школу. Ребята, ЕГЭ, это десятая часть того, что сломало нашу школу. И вообще, если мы вернем школу, ЕГЭ, ну ЕГЭ, ЕГЭ какая-то, все равно какой-то дизайн-то нужен, да, выпускной. Это не о том, это речь не о том. Речь о том, что происходит на самом деле. Вот. Вот эти вот все, значит, да, эти кандиды ПИЗы и прочее, да, все подделывается, все натягивается. Вот. Но с учебниками должна быть работа, я бы на этот пункт посмотрел. Это просто, ну, как бы, с ними должна быть некоторая работа проведена. Это не самый главный пункт, на самом деле тоже важно. Вот. Ну и дисциплинарное бессилие, конечно, по отношению, в первую очередь, к ученикам и их родителям. Тут вот с этим, что с этим делать, по секрету, я вам скажу. В данных условиях я не знаю, что с этим делать просто. Никто из нас не знает. То есть можно постепенно это как-то выправиться. Протусевич, он вообще оптимист. Ну, он директор 239, конечно, ну, хорошо. А у меня дисциплинарного бессилия нет. Я разрешаю в четырем, все. А у меня они ничего не заполняют. Они просто работают. Все, я никому не мешаю. Ну, Протусевич, он имеет такую возможность. Президентский лицей 239, лучшая школа страны. Ну, вот дайте такую же возможность остальным директорам и поставьте туда Протусевичей, пожалуйста, да? Вот еще и это важно, да? Зарплату, само собой, да. Ну, то есть это как бы... Вот. То есть если коротко, как бы говорят, школа камеры хранения, ну, не совсем, потому что некоторое количество крепких предметников еще есть. И они вопреки всему делают свое дело. Приходят и учат детей так, как надо. Как учили раньше, как будут учить в будущем те, кто будет хорошо учить. Но при этом, как бы, их все меньше, они, как правило, возрастные. Идет, значит, эта самая зарегулированность растет, зарплаты оскорбительно низки, усталость, отчаяние. В общем, постепенно педагоги просто разбегаются из школ. А мы повернули машину в сторону педагогов. Это как же так? Значит, соответственно, что-то не так, да? Что-то не так. Но так как с нашей машиной все вроде как хорошо, да? Мы куда надо ее повернули. Значит, надо менять ситуацию в стране с этим связанным. Вот. Ну, а дети дружно обманывают систему, поделывают результаты всех этих тестов. Значит, что дальше? Дальше, смотрите, нам нужна позитивная повестка по спасению учительского сословия. Это вот наше, как бы, то, чем занимается родная школа. И первый шаг состоит в том, чтобы предъявить доказательство того, что российский учитель сегодня находится в беде. Вот для нас это очевидно. Но мы должны предъявить этому доказательству. У нас миллион там с лишним, да, учителей. Нужно доказать, что этот миллион, это самая важная профессия, важнее президента России, да, простите меня, да, самая важная профессия в стране находится в самой большой беде, в самом большом загоне. Нам это надо доказать, потому что приходят всякие граждане и говорят, да ладно, что тут это все, это по вашим всем мнениям, это на самом... Так вот, чтобы это доказать, мы разработали анкету, вот она у меня в руках, вот эта анкета, она у вас, ну вот, тоже в руках, она в интернете, она подробнейшая, подробнейшая, мы ее... Знаете, вот эта вся работа делается, ну, я, мне не хочется, как это, гордиться, но придется. Вот у Инобра огромное финансирование, у нас оно равно нулю, вы понимаете, да, стране мы не нужны. Никто не платит ни одного рубля родной школе. Единственное, спасибо родному государству, еще не посадили никого из нас в тюрьме. Вот, вот спасибо, пока не посадили. Вот, и пока не сажают, мы будем делать свое дело. Вот, соответственно, вот анкета, мы ее разработали, и начинается этап ее заполнения. Там эти самые, значит, это не бумажно, сейчас не бросайтесь заполнять, я объясню почему. Все заполнение проходится на цифровой платформе, это то самое место, где цифровая платформа, это очень хорошо, да, потому что мы не ретрограды. Значит, да, значит, нужно, каждый должен, каждый должен прийти и зарегистрироваться у нас, там, вот он сейчас мне позвонил, там вчера все грохнулось. Мы тоже как бы программисты те еще, да, что называется. Стараемся, но бывает, вот, при том, что нам не платят ни копейки, понятно, что все делается собственными силами. Человек в Екатеринбурге, Александр Чуваков, сам полгода работает, не покладая рук, без единой копейки компенсации, вот, на родную школу. Он все этот движок весь продумал, все будет, пишет, говорит, говорите, обязательно, пусть регистрируется, с завтрашнего дня все точно заработает нормально. Ну, если завтра не будет, послезавтра, да, ну, то есть, вы понимаете, да, ну, как бы, отнеситесь к нам с пониманием, да, все заработает, ну, и, соответственно, вот, у нас мобилизация своя. Мобилизация по восстановлению массовой школы в России называется. И нам нужны помощники. Вот, ну, вот, тут, как бы, описание нашего призыва, это опрос учителей крупномасштабный по всей стране, сколько сможем, называется Российская массовая школа реалий сегодняшнего дня. Мы все время подчеркиваем про массовую, понимаете, почему, да, потому что элитная школа может учиться любыми методами, в том числе, вот, этими вот, завиральными идеями. Ну, почему, я видел много примеров, когда учатся. Ну, я имею в виду, что если ученики сами уже заинтересованы, им, на них можно испробовать разные методы, можно менять это, то, сего, можно экспериментировать, они не пропадут. Но если вы начинаете на базовой, все, это просто труба, это труба. Вот, значит, где, вот здесь, вот здесь, HTTPS, родная школа РФ, аудит. Вот она ссылка. То есть, вообще на родную школу заходите, присоединяйтесь к нам, да, будьте нашей частью. Мы должны, в идеале, ну, как бы, мы должны стать просто учительским сословием, как оно есть. Вот это все движение учителей России, все. Вот, соответственно, записывайтесь. Там, то и дело, появляются какие-то мелкие задания, которые волонтерским образом записаны. Ну, понятно, что учителей времени нет, это я все понимаю. Но иногда все равно помогают даже учителя сегодняшнего дня, у которых нет времени, все равно бывает, что где-то в воскресенье кто-то поможет. Кто-то там, держа младенца на руках, одна женщина, учительница, четверо детей у нее, она живет в Сарсах, вторых Красноуфимского района, в Кыгловской области. Вот. И она нам помогает очень активно, вот так с младенцем на руках. Вот. В общем, присоединяйтесь, это вот реальный народ, настоящий. Вот если вы спросите, кто такой русский народ сегодня? Русский народ сегодня, это сословие 4. Понимаете? Вот оно осталось настоящее. Вот это мы, это мы и есть как бы Родина. Вот. И это как-то нам дает мотивацию, что мы по-настоящему, да, это делаем для тех, кто действительно в этом нуждается. Вот. Значит, все вопросы по работе будут на вебинарах. На специальном вебинаре Миша Богданов будет учить, как это делать. И Саша Чуваков будет, значит, объяснять в программистском смысле. Я, к сожалению, не понимаю программистовом ничего. Вот. Поэтому доверяюсь моим друзьям. Вот. Значит, нужно регистрироваться и раздавать анкеты. Дальше там будет вариант, то есть один зарегистрируется и получает одноразовые ссылки для прохождения опроса. Чтобы было все без подделок, без всего, чтобы мы сами были точно уверены, что все отлично. Чтобы нас потом спросят под наше слово. Ну и вот как бы последний слайд, наверное. Вернуть содержание школьному уроку. Это наш призыв. Да? То есть сегодня это уменьшает. Во-первых, просто отсутствие учителей из-за низких зарплат на многих местах. Или то, что Трудовик ведет математику. Прекрасно. Трудовик ведет математику. Ну дай бог, он сам учился в СССР и знает еще математику. Это хорошо. Но если не знает, значит ведет так, как знает. Понимаете? Или там географ, который рассказывает в Адыгее, что там звезды выключаются на небе вечером, на утро выключаются рубильником. Ну в общем понятно, да? Я не буду, я просто не хочу рассказывать кучу примеров, потому что это лить на мельницу тех, которые говорят, вот таких учителей надо заменить. Да вы их сами для этого довели. Вы сами все довели для того, что такие учителя появляются, которые предмет не знают. Это же ваши реформы к этому пришли, да? Вы же себя, вот себя и бейте. Вот, то есть наша идея, что работа с теми, которые сегодня есть. Если он считает, что звезды зажигаются, мы ему объясним, что это не так. И он продолжит дальше учить, потому что у нас нет других учителей сегодня. Мы не можем набрать из них откуда других учителей, нам надо работать с теми, которые есть. Вот, учителя учатся быстро, мы вот уверен. Так что тут вот как бы именно ориентировка на человека. Человек, человек в классе. Вот, значит, внедрение формулы зарплаты директора. Почему у нас в сферке огромный зарплат? Думаете только из-за того, что там большие деньги гуляют? Да не только. Были плохие. Была плохая ситуация. Десять лет назад совсем не такие деньги были. Десять лет назад было то же самое. По меркам, по меркам, как бы у остальной жизни учителя получали оскорбительно мало в Москве. Просто там в целом все другие размеры. А потом, значит, вычислили что-то формулу учителей. Изобретатель Иван Валерьевич Ященко. Формула выглядит так. Значит, директоров, извините. Директор может получать не более чем некоторый коэффициент, который зависит от успехов школы, там разный, умноженный на средний оклад нижней половины списка сотрудников школы. Все. Привязываешь, все, все, наверх тащишь. Он говорит, ну, я говорю, почему вы не можете ввести по всей стране? Он говорит, Леша, ты же прекрасно знаешь, что образование отдано на ощупь. Не просто регионам, а муниципалам. Это вообще труба. Вот это реально вредительство. Вот это настоящее вредительство. Понятно, что в муниципалитете ни денег, ничего, и там все, кто вас туда раз. Полный финиш. Вот. Значит, дальше. Обязательная публикация ведомости зарплаты с фамилией на сайте школы. С названием профессии. И когда появляется там директор 800 тысяч рублей, помощник по общим вопросам 500 тысяч рублей, помощник по юридическим вопросам 400 тысяч рублей, учитель математики 20 тысяч рублей и так далее, понимаете? Это должно быть видно всей стране. Согласны со мной? Просто все. Это должно быть вывешено. Вот ничего больше не сделайте. Сделайте это, завтра они будут поднимать зарплаты. Понимаете, да? Даже если ничего другого не делать, просто заставить их публиковать, сколько я это пробивал в Думе, везде, ни шагу туда. Почему? Потому что они все ворюги, чиновники. Если они это сделают, за ними придут. Знаете, какая штука? Мне это уже объяснение по секрету. Это не делают, потому что боятся, что придут за ними. Полное воровство. Порука круговая. Почему только я могу это озвучить? А мне прийти незачем. Ничего не возьмешь. Никто из них озвучить не может. Если кто-то озвучил бы вот этот вот тезис, да, что нужно зарплату вывешивать, за ним бы пришли и проверили бы аудитом его деятельности. Такой закон сегодня, такой правил игры. Они не могут. Но говорят, Алексей, скажи ты, ладно? Большие, важные покровители говорят, скажи ты. Мы не можем, но ты скажи. Это будет круто. Потому что они душой на самом деле болеют, да? Сами воруют и сами болеют. Сами воруют и болеют. Ну некоторые даже не воруют. Честно, вот честно. Я с чиновниками сейчас много общаюсь. В результате нашей деятельности мы уже там венны. Есть честные чиновники. Существует. Математическая теорема существования доказана. Мне предъявлено в процессе этих двух-трех лет несколько честных чиновников. Вот так. Но это есть надежда. Самых высоких уровней. Вот. И там, понятно, все рисуют эти коттеджи, да? Но вот у одного честного чиновника я сидел в его собственной квартире в Москве. Абсолютно обычной 70-80 метровой. Ну в общем ничего, ничего. То есть он не ворует вообще. У него очень высокая позиция, он не ворует. Он душой болеет. Но тоже он как бы в силу каких-то других эффектов он не может сам начать открытую. Фамилию его нельзя называть. Вот. Но очень-очень они прямо с днем болеют. Болеют. Мы тебя поддерживаем. Если что, мы тебя прикроем. Ну в общем, есть, есть. У нас есть. Какая-то надежда есть, безусловно. Вот. Значит еще. Требование, чтобы минимум 50, а лучше 70 процентов средств фонда зарплат шло непосредственно на сетку расписания. Вы понимаете, о чем я говорю? А вот никто не понимает из тех, кто не в школе. Говорит, как, а куда они еще могут идти? Ну куда? Куда? Сколько там методистов разной работы сидит в школах. Вот это все как бы подноши, все, и не жалко вообще. Просто. Чем знаю, вообще не жалко. Ну или, пожалуйста, не подноши, но в два раза меньше им зарплату и между учителями распределить. Нет, ну сейчас, не понимаешь, а доп. образование. Доп. А доп. образование я здесь даже не начинаю, потому что очень сильно меняется ситуация от месяца к месяцу. И я хочу выждать, чтобы понять, что здесь происходит. Это очень важно мне понять самому, что происходит с доп. образованием. Мне самому важно понять. Вот. Ну вот, значит. Ну с отчетностью они и так говорят, что они все ликвидируют. Некоторые вещи они повторяют. Ну то есть Кравцов, я кричал про эти сдачи смартфонов, он наконец-то до этого сам. Его советник передал, он теперь все время говорит об этом. Д тоже он поддерживает. С Кравцовым у нас идет контакт через его советника, прямой контакт идет. Но его приходит учить, он в школе не был никогда. То есть его приходит учить просто. Ну фактически. Ну так вот сейчас и работает, да. То есть их же никуда эффективных менеджеров не есть, значит их приходится самих учить, что происходит. Вот. Но вот золотой учительский фонд, это моя идея, но к сожалению она на нулевой стадии реализации находится. Вот то, что мы выясняем список реально настоящих учителей, добротных, вот таких как в идеале в СССР, да. Выделяется этот список, он состоит из нескольких тысяч фамилий, в общем-то. Никаких проблем у страны нет личной стипендию каждому пожизненному 100 тысяч в месяц. Никакой. А эти учителя будут потом спасителями отечества, они будут передавать свое умение следующим, приходящим. Сейчас же приходит молодой, его никто не учит даже как класс держать. Запустился, все, он класс у него, даже если у него как в Москве зарплата нормальная, и знания предметные есть. Но он приходит и все полный раздрать. Ученики шутят, перебрасывают с СМС-ками, его дразнят, бротиками в него кидают. Он не знает, что делать. Это педагогика такая, настоящая, не кабинетная. Это жизнь, как держать класс. Это жизнь. Вот. И вот этому они сейчас не обучают совершенно нигде. Там у него стоят какие-то бессмысленные в интернете курсы повышения квалификации онлайн, которые вообще ни в Красную Армию никуда пригодятся. Ну да, и все, только что бумажка. Ну вот, собственно говоря, да, и правгос, у меня название правгос. Смотрите, есть вот этот федеральный государственный образовательный стандарт. Но если вы его откроете, там какая-то просто, это даже не текст, это какой-то набор, видимо, скопированный с английского языка фраза. Это невозможно читать слух без слез. Ну вы заглядывали, да, в мозг? Вот если вы не возьмете вот эту маленькую предметную часть, вовсе, ладно, там ничего, в принципе, есть какие-то слова нормальные. И то там это вопрос к предметам. Но до этого 90% какие-то какие-то универсальные навыки воспитывает, это самое умение учиться. Ну в общем, вот это все, это все не стандарт, это к стандарту не имеет отношения. Хорошо, хотите стандарт, есть мнение, что вообще не надо стандарта. Ну хорошо, родная школа в целом склоняется к тому, что, наверное, для всех школ России нужен какой-то стандарт. Не то, что мы будем заставлять, но какой-то... Обычной школы или необычной. Ну как-то надо, да, это сделать. Но в общем, я имею в виду, что если мы ориентируемся на некий стандарт, то многим уже эта ориентация поможет даже, что он просто есть. То есть это как бы даже без настаивания, чтобы в него все вот так вот втискивались в этот стандарт. Но если у нас есть стандарт, он должен быть именно стандартом, он должен приписывать. Какая учителя нагрузка? Какая учителя зарплата? Какие у него обязанности по школе, да? План работы ликвидировать полностью все учительские отсутствующие вакансии. Когда трудовик идет на тематику и написано, что все хорошо. Да? Ну вот бумажка, посмотрите ее просто. Там все подробно написано, что такое на самом деле стандарт. И стандарт младшей школы, мы уже разработали, он висит на одной школе. Постепенно разрабатываем следующие уровни. То есть стандарт так стандарт, хорошо, давайте работать по нормальному, типа настоящему стандарту. Заменить нужно этот наход. Вот. Ну и, собственно говоря, персональный сайт не видно, саватеев.xyz. Синим на синим. Вот сюда все, пожалуйста, приходите. Телеграм-канал о проблемах образования. Иногда я там пишу и не о проблемах образования. В целом там пишут мои… Уже там, да? Все, уже там. Все, да. Вот, заходите сюда, я пересылаю свои помощники, она пишет тоже совершенно все на волонтерских добровольных началах. У нас никаких нет денег, ни закол финансирования нет вообще. Вот. Иногда у нас сборы. Как летом мы сделали сбор, чтобы привезти к учительнице из вторых, сарстов вторых, и еще там пару человек привезти. Собрали сразу денег в три раза больше, чем это самое, и потом еще каким-то тем самым… Сейчас пока даже лежит там типа 35 тысяч рублей неиспользованные, смотрим, если какая-то работа там иногда на аутсорс бывает, нужно сделать. В общем, у нас совершенно, как бы, если сравнить с объемами финансирования вот этих вот документов образования будущего и прочее, то… Вот, значит, родная школа РФ, доктрина, родная школа. Я написал летом доктрину, выложил ее и, значит, распространил среди сильных всего мира, которые меня знают. Ну, как бы, каждый говорит, что он со мной согласен, ну, и дальше идет заниматься своими делами, понимаете, в чем проблема, да? Вот, ну, вот посмотрите эту доктрину, то есть доктрина родной школы, вот она. Есть у нас все, кто ее в целом поддерживает, понятно, что там могут быть нюансы, но в целом, кто поддерживает это направление, значит, вы все наши. Вот. Ну, и вот опрос. Сейчас, значит, самое важное для нас провести опрос в ближайшие месяцы. Ну, а я с этим постоянно стучусь всюду на всех, выступаю на всех каналах, везде. Камень капля точит, да, как говорят? Камень? 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 Вода. Камень, короче. Да, 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 точно. Заговорился, да. Вода камень точит, да. Капля камень тоже. Вода. Вода, да. В пещеру заходишь, в пещере с талактитов, да, кап-кап, и внизу вот такая вот ямка на камне. Ну, вот на этом, собственно, я, пожалуй, завершу, потому что времени просто нет уже больше. Я хотел еще аналогию, аналогию, вот эти цифровые продукты, да, у меня есть аналогия. Это как вам звонят и говорят, вы больше не будете жить в обычном доме? У вас будет инновационный дом, он будет составлен из лучей таких, которые будут вас ограждать от холода и от лета. Вот. Ну, и как бы ты садишься, у тебя ветер, говорит, а как же так? Ну, там и лучи, может быть, немножко, может, электричество кончилось, может, лучи плохо там работают. Ну, ты подожди, мы все это выработаем, еще через несколько лет. Как через несколько лет? А как зиму я переживу? Ну, мы занимаемся этим. Вот инновационный просто сегодня нехорошо, уже не принято, не принято, не модно жить в обычных домах. Вы должны жить в инновационном доме из солнечных, вот таких вот искусственных, виртуальных лучей. Вот. Ну, и как бы сказать, можно ли создать один такой дом? Наверное, можно за миллиард долларов, да, один. Но распространить на все население это нельзя. Вот и все. Зачем вы нам это из КД ставите? Я вообще знаю. Ну, у всех. Если у вас это не работает, а нужен эксперимент. Ну, а кто согласился на эксперимент? Да, кто согласился? Ну, вот, значит, зная это свойство нашей Родины, не надо вообще брать никаких вот этих идей. Мы знаем, что будет из инновационного дома. Будет холодно и будет ветер. Мы же прекрасно это знаем. Вот это не надо нормально. Учили нормально детей в школе. Не будем нормально учить детей в школе. Спасибо за внимание, дорогие мои. Спасибо. 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 Продолжение следует...